Мир, Вал! С миром! Мир, Дома, Симух! С миром! С миром! С миром! Мир, Дома, Симух! С миром! Мир, Дома, Симух! 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 Сергей, я попрошу, если сможешь, объясни, каждый раз молишься, не уклониться ни налево, ни направо. Поясни поподробнее, чтобы мы знали, о чем молимся. Чтобы правильно понимать, потому что из вас самих написано, на самом лютые волки поведут учеников за собою, чтобы нам этих волков-то отличать и не углечься вот этими ложными толкованиями. Одни направо поведут, там... Разница есть направо и налево, когда говорится-то. Направо и налево, ну вот здесь затрудняюсь ответить. Налево – это сектантство, саддукейство, а направо – это православие, фарисейство. Чтобы ни туда, ни сюда, православие все лепит и лепит, прибавляет, а сектанты убавляет и убавляет. Посты убрали 11 книг из Библии, выбросили. Это налево, налево – смерть. А направо, где много насыпляли все, там можно все-таки пробиться. Из фарисея получился апостол, притом самый лучший апостол, как сказать, самый плодовитый, вернее сказать. А из саддукеев ни одного не было нигде, поэтому убавлять... Жизнь убавится, говорят, от него участие в жизни, а кто прибавит – только язвы. Но язвы можно исцелиться, а влево – это полностью жизнь решаешься. Поэтому сектантство нужно бояться, как заразы. Вот об этом как раз и есть. И что я говорю в комментариях – это только сравнение с сегодняшним днем. Чтобы мы осознали, что мы – не евангельские христиане. Что веру нам принесли сюда – не евангельскую. И поэтому бились, хрестались, васа и васа, царь – это как Никон Савахов. Не за евангельскую веру. Я сегодня только слушал, выступает митрополит там один, другой, о расколе говорят. И ни одного слова евангельского нет, ни одного. Какие крюки, как поют, какой храм, когда запечатали, когда распечатали. Вообще ко Христу никакого отношения не имеют. Даже тысячи доли процента нет. Нормально? Причем тут я. Я всего лишь только взял светильник и показал. Во свете Библии, во свете Библии, мы не евангельские, может быть, даже и не христиане. Вот что страшно-то. А когда мы поступаем по Евангелию, тут сразу видно, кто может себя шлифовать. Отошел. Продолжим. Сергей Ильинин, вы с нами? Да. Продолжайте. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, блажение давать. Да. Толкование. Я показал вам самым делом, что нужно трудиться и опять выделено слова, на которые опять будут комментарии. Нужно трудиться и выделено памятовать это слово Господа Иисуса. Но где сказал Господь это? Вопрос. Быть может, апостолы передали это не письменно или это ясно по умозаключению. Одна степень отказаться от всего. Другая. Доставлять себе необходимое. Третье. Доставлять не только себе, но и другим. И четвертое. Не брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказано, однако же, что брать худое дело, но лучше не брать. И комментарий вот на слова памятного отета слова Господа Иисуса. Комментарий Игнатия Лапкина. Эти слова как будто совершенно неизвестны сегодня и в первую очередь монашествующим и священнослужителям. Верующие должны питать своих наставников. И апостол Павел поясняет как именно. 1 Тимофеев 5 глава 17 стих. Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, подчеркнуто, которые трудятся в слове и учении. 1 Коринфянам 9.11. Если мы посеяли в вас духовно, велико ли то, если пожмем у вас телесно? Питаясь за счет пособных, пасторы должны ежедневно повторять эти слова Господа. Блажение давать, нежели принимать. Принимать умеют и принимают как достойное. Забывая, что должны давать и давать первосходящее. Более того, что принимают, то есть духовное. То есть непрерывно проповедовать и питать души пособных. Чтобы кормящие и духовцы сами были сыты и ухожены. Памятовать это слово Господа Иисуса. Иначе имя будет не пастыри, а Туниясы и Дармаели. Комментарий закончен. Ну что тут скажешь? Я не знаю, кто-нибудь ролик видели. Плачущая десятина на нашем канале. Кто видел? В числах видел. Тоже там у нас женщина ходила к нам в общину. Потом два года не ходила. А потом вернулась. И Игнатий Тикович на собрание сказал, что если вот такое случится, нужно человека спросить, платил ли он десятину. Или если не платил, то должен за два года эти заплатить. И я вот у этой женщины спросила, она созналась, что не платила десятину, потому что там не брали. Я спрашивал, а раз спрашивал, то ни на ней нет. Я говорю, нет, как же. Ну Игнатий Тикович рассудил, что нужно за два года отдать. И та слезы. Так и так вот меня вот вроде осудили. Я ей говорю, если вы не платили, то вы воровка, а воры наши вообще не нужны. Я повторил слова Игнатий Тиковича. Игнатий Тикович дал деньги десять тысяч мне, чтобы я за нее вот этот вот долг по десяти не внес. Вот. Ну она говорит, раз вот так, я в общем уходить не буду. А тут она мне вчера звонит. Звонит, я говорит, зла на тебя не держу. А то прям обиделась за то, что я ее обличил. И сестры тут уже на меня вроде как разбираться, что я вот грубо так с ней. Я понял, что она пожилая, слепая она, полуслепая, так скажем. Вот. Ну так вот мы мирно с ней поговорили. У меня просто не было возможности позвонить ей на сотовый телефон, потому что у меня телефон в ремонте. Так у нас разговор не состоялся. Вот. И вот у меня-то вот вопрос такой, что вот сегодня там у нас положение аховое в церкви. Брать берут жертвоприношение, а десятина не принято. И многие считают, что раз вот я в храм жертву хожу, то и, значит, я и десятину и плачу. А конкретно вот начинаешь, когда я разговариваю, сколько у тебя пенсии. Ну, я вот уже рейсникала на восемь тысяч, а сколько там платила? Двести пятьдесят. Каждый месяц. Ну, от восьми тысяч десять процентов до восемьсот рублей. А платила двести пятьдесят, то есть семьсот пятьдесят рублей утаила, получается. У меня вот я это вот и сказал, и все, все обиженные и что же. Раз там не берут, то я и платить и не должен. А Игнатий Тихонович учит как, раз не берут, ты вот к ногам положи в конкретке или как-то. Скажи, это десятина и выйди в храм. Брось как-то. Не брось, ну как. Понятно, что они не берут. Им выгоднее жить на жертвоприношения неверующих, чем на десятину верующих. То есть все дьявол перевернуто. Вот. А здесь вот нам Слово Божие говорит, что если человек учит Слово Божие, то лучше ему вообще и не брать. Вот. А у нас мало того, что не учат, берут, да так берут, что здорово берут и не стесняются. Но в основном, как на что берут? На строительство храма. А пойди там, посчитай, сколько там потрачено, сколько. Вот. Трачем времени на что, брат Сергий? Давай или будем читать снова, или это одно и то же. Я задам вопросы сейчас тогда и не ответим. Ну не нужно, наверное, это уже одно и то же идет, а? Нет? Согласен. Давай, читай, 36-38. Просто я еще кое-что скажу. Да, у нас вот у православных, в отличие от протестантов, есть такое вот согласие на левую сторону. У нас с левой стороны, конечно, может и комар иногда не пролетит. А с правой стороны может пройти танковая колонна. Вот мы не заметим. Где нас там вот расколы, или, например, вот под видом благочестия, такое вот эти вот, отракь Вячеслав, там создаются там цари-божники, там царь-искупленцы, там, что Николай Второй искупил. Вот это все ересь и справа. Почему не должно уклониться ни вправо, ни влево? Христос у нас, наш Спаситель и наши Оренки. Вот. И об этом. А то, что там случилось в общине, ну, мы видели, слава Богу. Да. Только тоже, на мой, это надо с разумом сделать. Вот благо есть у вас Игнатий Тихонович пока. Ну, вот я, мне кажется, знаете, вот, брат Сергий, вот, в основном, за Володю и Никиту я вот спокоен, они смиренны. Ну, вот, вы с братом Игорем, как это, Добрунов, это, не дай Бог, отойдет Игнатий Тихонович туда или сюда. Вот, два вот архаровца, вот, люди-то хорошие. Ну, вы погубите общину, я вам точно говорю. Прости меня, Господи. Ну, давай, я читаю. Читаю. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Толкование. Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить неприклад мнение и молитву со всеми присутствующими, и тогда уже удаляться. «Обнимавший его последний раз, и от последней беседы его почувствовавший сильную любовь и дружбу». «Ну, что здесь?» «Ну, вроде понятно. Идем дальше». «До которого стиха?» «До третьего. Двадцать первая глава, первый и третий стих. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кост, на другой день в Родос и оттуда в Потару. И, найдя корабль, идущий в Феникию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра, и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Кире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля». Ракованием. Все другие места прошли мимо, не останавливаясь в них. «Быть может, корабль этот имел здесь, в Потаре, стоянку, и они, не нашедшие корабля, отправлявшегося в Кесарию, а нашедший корабль, подходивший в Феникию, на нем отправились и оставили в стороне Кипра и Сирию. И дальше давай. Четвертый, седьмой». «И найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по вношению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой». «Еще седьмой». «Седьмой там, ну…» «Мы же, совершив плавание, прибыли из тира в Толемиаду, где, приветствов братьев, пробыли у них один день». «Полкование». «Итак, если повелевал дух, то почему же он воспротивился? Ведь ученики говорили, зная об угрожающих ему опасностях от духа». «Духа» здесь в большую букву пишется. «Да, они не убеждали его по внушению духа, не предсказывали ему прямо предстоящему опасности, а щадя его, просто говорили, что не нужно восходить в Иерусалим. Когда окончились дни опресноков, вышли из тира. «Перечти мне все дни с опресночными». «В тир пришли через пять дней, потом в тире, пробыли семь дней, всего двадцать два». «Ну, что здесь толковать?» «Ну, да». «Далее, да?» «Идем дальше, да». «До которого стиха?» «Восьмой-девятый». «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышли, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи дьяканов, остались у него». «Еще один, девятый». «Девятый». «У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие». «Толкование». «Они более всего благочестием достигли того, что удостоились даже дара пророчества». «Писатель не присовокупил бы, что они были девицы, если бы это не стоило внимания». «Проповедницы были девицы». «До которого стиха?» «А что ты родился, ты?» «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некоторый пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». «Толкование». «Это тот Агав, который раньше предсказал голод, но горько то, что не дадут в руки язычников. Как только услышал, что имеет перенести множество бедствий, начинает торопиться. Агав не сказал, что Павла свяжут, чтобы не подумали, что он говорит, условившись заранее. Нет. Он сказал «Мужа, чей этот пояс?» Давай дальше, 12-14. «Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав «Да будет воля Господня». Толкование. Прочие плакали, а Павел утешал их. И тот, кто не страшился собственных испытаний, скорбел по поводу их слез. «О вас плачу, — говорит он, — а не о страданиях, какие мне предстоят. Потому что ради Господа Иисуса я готов и умереть. Когда же не могли убедить его, то замолчали, потому что осознали, что на это была воля Божья. Нужно заметить, что следует останавливать тех, кто препятствует кому-нибудь сделать какое-нибудь благородное дело. Хотя бы они и плакали. А эти слезы самого Павла трогали и ослабляли его силу. Поэтому он их и порицает. Что я знаю Тихом? Скажите что-нибудь. Моё. Я сравниваю с сегодняшним временем. Ничего из того, что мы считаем, нельзя применить к нам. Нет вот этого отношения к вышестоящему. Такая отдаленность. Уже священник, а уже епископ это князь, не говоря о патриархе. А это вселенский апостол. Как всё просто. Какое описание. Едет с ним Лука. Это он пишет в Деянии апостолов. И проходят тысячелетия. И считают это католики, православные протестанты. И все находят там что-то своё. Если сегодня говорить о сегодняшнем турне, какое сделал патриарх, ничего нельзя говорить. Как правило, ночует на Крайкомовской даче. Охраняет его ФСБшники. К нему подойти нельзя. Я однажды обнаглел окончательно. И решил патриарху прямо в руки отдать письмо. По-другому никак. Ну и службу-то отмолился. К Кресту стали подходить. И я ему в руки-то это письмо и подал. А около него рядом стоят знатные, сильные ребята. Один из них меня вот так вот рукой гальнул. Я как пушинка от него отлетел. Ну ладно, я уже знал другое что. Тут же я пошёл к кому надо. Отдал. И уже к утру голос Америки передали из Америки. Недоступно. Единственное, что можно только кланяться колёсам зима. Зим называлась эта машина длинная. И его называли членовоз. Членом правительства. И вот мы, что бы ни считали, что бы ни слышали. Всё сравнивать с сегодняшним. Чтобы увидеть, как далеко мы ушли. В какую кислятину превратился виноград. Что его есть нельзя. Всё чужое. Для чего мы это считаем? А вот вы их себе примените. Вот мы здесь слушаем трое. Трое. Вы там кто слушаете? У вас сколько человек рядом с вами? А вы за неделю-то собрали бы около себя знакомых и близких. Рассказали им, что может задать вопросы. А вот как приходил один, вот как сидит она одна, так она сидит. Как один был, так и есть. Вы каждый около себя соберите собрание, хотя бы человек по десять. На десять уже сто человек будет слушать. Павел-то об этом заботился. Иоанн Златоуз говорит, я ничего не успею сделать, если вы слово, которое я говорю, не понесёте другим. Этого нам достаточно. Откуда Павел это взял? Сам сказал блажение давать, принимать. Но мы это берём за основу. Ему, видимо, сам Господь явился и сказал. Но эту фразу одну услышал, поэтому рука ваша пусть будет наоборот сжата. А у нас как говорят, да не будет рука сжатая при отдаче. А у нас именно по-другому. Кто подаёт, а ему говорят, да не оскудеет рука дающая, да не отсохнет рука берущая. Вот что бы ни считал, сравниваясь с сегодняшним, вот тогда будет иметь смысл наших занятий. Мы будем скорбять и плакать тогда. А не то, что вот я знаю, я увидел, я критикую священство. Слова-то все мирские. Я хочу, чтобы мы были евангельские христиане. Православные, но евангельские. Почему баптисты, когда стали собираться, назвали себя евангельские христиане-баптисты? Это не случайно. Нигде не видели ни евангельского, ничего нет. И мы должны показать, что евангельские православные могут быть. И этим самым мы дадим знать, что что-то совершается новое в православии. Отошел. Спасибо, Христос. Пятнадцатый, девятнадцатый стихи. После тех дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасану Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Толкование. Иаков был иерусалимским епископом. Это брат Господа, муж великий и достойный удивления. Рассказывает им Павел, что случилось у язычников не по тщеславию, но желая показать Божие человеколюбие служением Его, то есть проповедованием евангельского учения. Все, толкование закончено. Идем дальше. Давай двадцатый, двадцать третий стихи. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно собирается народ, ибо слышишь, что ты пришел. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед». Толкование. «Эти тьмы из тех, которые кричали, кровь его на нас и на детях наших». Читаем это в Евангелии от Матхея, 27 главе, 25 стихе. «Однако же, человеколюбец и из них, и из детей их, принял многих и даровал им тьму благ. Не сказал, услышали, но поверили и убеждены. Много видов обетов. Одни обещали жертвы, другие – деньги, третьи – себя самих. А четвертые – не пить вина и не стричь головы известное число дней. К разряду последних принадлежали и эти мужи. Волосы были символом уберщления, потому что они, как мертвые, не ощущают боли. Жертвы, такие по закону должны быть принесены за них, представь ты, чтобы уничтожить всякое подозрение. «Защитись» – говорится делом, а не словом. «Было в обычае, что давшие обет по очищении стригли голову и в таком виде в продолжении семи дней делали приношение за себя. Нечто такое же сделали Акила и Прескила, чтобы было явно, что они стригли голову, как почитатели Бога». Толкование закончено. Вопросы есть по толкованию? Да, спрашивайте. У меня вот вопрос такой. Я вот когда читал этот стих пару недель тому назад, у меня там было непонимание такое, как Павел мог учить в еврейской среде, чтобы евреи перестали обрезаться. То есть, как бы, он и Тимофея обрезал, хотя он был наполовину евреем. Ведь это постановление было для язычников, чтобы они не обрезывались. А евреи-то они должны были продолжать обрезываться. У меня вот такая вот библия, видите? Она наполовину на русском, половину на еврейском. Вот. И вот где написано здесь... Сейчас уже читаю. Чтобы они не обрезывались и не поступали по обычаям, на еврейском написано так. Написано так, чтобы они не поступали по обычаям, как бы на русском написано, а написано, что... По путям закона Моисеева они не ходили. Не написано по обычаям, как бы, какие обычаи. А написано, что по путям закона Моисеева они не ходили. Вот. А у меня вопрос, как Павел мог учить... Разве он мог учить, чтобы евреи перестали обрезаться? Вот такое у меня вопрос. Владимир Ильич, отвечайте вы. Ну, в первую очередь, несправедливо обращаться к этому переводу иврит. Перевод сделан-то не с еврита. И поэтому... Почему мы должны давать предпочтение неизвестно чему переводу? И один из лучших в мире переводов синодальный. Поэтому не советую обращаться к малым знаниям. Синодального перевода вполне достаточно. Вот на него мы и опираемся. Павел сказал, как он мог так? Потому что то прежнее кончилось. Дитё выросло в мужа совершенного. И ягнящие жертвы кончились, ибо Агнец Божий пришёл. И вести с ним новый закон. Все творю всё новое. Новое. И поэтому в свете нового старое тащить за собой было неблагоразумно. Но церковь в дальнейшем решала, что можно было взять из ветхого. Говоря, что ничего Христос не отменить, пришёл, но исполнить. Но эти законы возвышены, как для совершенного мужа. Что им можно было? В Новом Завете уже взяли такую высоту, о которой праведники Ветхого Завета даже не подозревали. Даже и в мыслях не было, чтобы так делать, как делать в Новом Завете. А для христианина это норма. Он обратился в Духе Святом. Не мсти за себя, возлюбленные. Как это можно было не мстить, когда прямо прописано было? Уничтожь там Амалика и прочее. Прорубались через народы. Это Моисея и Мухаммад. Они одинаково действовали. У христиан совершенно другое. Христианство ни с чем нельзя сравнивать. Прости врага, враг голоден, накорми, напой его, озаботься о нём, перевяжи раны его. И поэтому сравнения никакого нет и не с чем сравнивать. Потому что что здесь написано, это нужно воспринять только в этом переводе. Да, нам не нужно обрезание. Оно указывало на крещение. Вы уже окрещены. И поэтому возврат к прежнему вы теряете тогда всё. Вот так нужно смотреть решительно, как и сегодня. Если мы знаем, что вот это важное. Павел приехал, говорит, сегодня архиерея, я возвращаюсь к переносу. Называется экстраполяция событий во временной форме. Что он будет рассказывать архиерею? Он, ну, от Адама начинает, как вот местный архиерей. Раньше было от Адама до сегодняшнего. Он одно и то же из года год повторяет. У Павла было всё другое. Каждая поездка приносила новое. Приходили люди, были обманщики, были гонители. Он им всё говорит. И они говорят, вот видишь, брат Павел, то есть это живая жизнь была в церкви. Сегодня ни один не скажет архиерею, ну вот вы рассказали, владыка. Нет, спаси Христос, что приехал. Дальше-то ни одного слова нет. У нас ещё в Потеряевке приезжают и со священниками за столом поговорим. Мне дают слово там сказать-то. Мы хоть так восполним как-то. А вообще-то никак. Архиереи приедет и сразу поборы. Они года полтора-два не могут рассчитаться, сколько с них поборов взято. А Павел говорит, ни от кого ничего не пожелал. Почему архиереи не берут пример с него? Даже шнурка обуви не взял Абрам. Вот как. Если мы это переносим сюда, то кто пойдёт архиереям скажет, чтобы они подражали этому? Вот надо думать. Сегодня молиться, чтобы Бог поставил человека, который, как Иеремия, никого не боялся бы, пошёл и сказал правду. Будут они слушать или не будут, ты говори. Они сделаются бурным ветром, а я тебе сделаю скалой, и они не возмогут. Вот это слово Божие заговорило. Вот ездили сколько. Начнёшь, когда говорит, человек понятия никакого не имеет. Какие были трудности на море, как они тонули, как разбиты были. А если ничего не было, ничего и нету. Одной главы нету, другой нету. Я по сегодняшний день, уже проходит сколько времени, всё ещё содрогаюсь. Что с нами было дорогой, как мы в Швеции сломались. Мотор полетел, все мимо машины. Никакого выхода нет, и бросить нельзя. Слишком много груза везём, и собака, и корм, и прочее. Вот здесь подняли всех людей, молились. Мы можем сравнивать себя с этим. А приезжая и говорим, какое было свидетельство отдельное в Швеции, там, в Норвегии, где встречались с кем. Уж не говоря, в Лиссабоне, Португалии приехали. Ну где это видно, чтобы совершенно незнакомого человека сразу же потащили в храм. Мы ещё стоим в притворе, а уже выходят с запивкой. Несут просворы. А почему Бог сделал так? Ибо раньше нас там проехал отец Геннадий Фаст. И он рассказывал о нас. Он обратился в моём доме. И тут же они тарелку в руки. Помогите путешествующим, это всё заснято. А сидели бы дома и сказать нечего. И тут же сразу проповедь говорю одну вторую. Сидеть не надо, надо идти работать. Профессиональная болезнь священников – это лопнутые вены на ногах. У всех, кто стоят. Почему? Это кара Божия. Идите. Ноги даже бы, как у оленя, быстрые. Мерить километры. Даже если есть на машины, и то на заправках, и то бегать надо. Сравнивая ещё эту главу, мы видим, мы ничего повторить не можем. Миряне не могут откликаться на пустоту. Архиерея ничего не говорит, когда приезжает в приход свой. Да и где он приезжает? Это каноническая территория. Он не имеет права на Новосибирскую область. Черепанова вместо архиерея не имеет права выступить. Да где-то видано было. Ограничили себя, как говорится, человек в футляре. Как у Чехова написано. Нужно все эти рамки убрать, чтобы любой архиерей мог в любом месте быть. Нашёл нужного человека, рукополагать, чтобы не запрещалось. Или тому местному архиерею сказал, рукоположить для себя. А вот заключили, я местный, и мне рукоположиться, я хорошо знакомый с Кемеровским. Я не могу рукоположиться. Это самые строгие правила. Это чисто мирские стандарты, структура организации. Безбожные. Сказать нельзя об этом. Но кто-то же должен сказать, хотя бы один человек. Вымолить его надо у Бога. И тогда наш разговор будет другой. Люди будут отзываться. Смотри, сколько людей пришло. И все они чтители закона. И дальше выправлять как? И Павел знал, что его не послушают. Принесение жертвы за этих, которые обет на зарейство несли, не поможет. А то они заботились о своих. Но он пошел, потому что знал, что ему тут узы наложат. Иногда даже знаешь, что тебя там неласково встретят. Но приходится согласиться, если другие видят в этом пользу. Отошел. Можно мне тоже? Можно. А Евгений еще слышит? Да, да, да. Спасибо, Господи. Вот здесь у меня в переводе «Ласурми Маше», то есть «Отступление от Моисея». У вас так же, да? Да. А какой стих? Ну, двадцать первый. Двадцать первый. Двадцать первый. Эдракольга егудим ашербе кэров легоим ласур мимоше. Ну, то есть «Отступление от Моисея». Ну, то есть «Отступление от Моисея». Ну, от Моисеева закона «Отступление» здесь точно так же, как он учил. Ну, потому что иудеи, живущие среди язычников, они начали прививать язычникам, обратившимся ко Христу, закон Моисея, чтобы они обрезались, исполняли закон. Вот. И, как бы, этим они желали хвалиться в их неплоте. Павел пришел, говорит, ничего этого не нужно. Ничего. Веруйте во Христа, и все. А Моисеев закон не мог довести никого до совершенства. И поэтому он говорил иудеям. Это тоже. И иудеи, которые христиане, живущие между язычниками, должны были тоже исполнять закон, веровать во Христа. Но не все были этим довольны, и поэтому, когда они приходили в Иерусалим, они, естественно, рассказывали, слухи о нем распространялись, что он учит не тому, что хотели именно иудеи. Вот таким образом. Вот такой ответ устроит. Ну, хорошо, ладно. Просто Павел, он учил, чтобы, как бы, иудеи, которые учили язычников, исполнять закон, он им сказал, этим не спасетесь. Не это спасает. Вы этим спасаетесь. Ну, веру во Христа должны спасаться. И говорит, кто исполняет закон, он должен весь закон исполнять. О, и все. И какая у него часть во Христе. И все. И говорит, и сами вы не исполнили ни отцы ваши, ни язычников учите, ни тому. Вы от Христа отвлекаете. И он говорит, не надо. Вот как и у нас сейчас, вот тоже пошло заповедь на заповедь, закон на закон. Вот. И не а Христа затерли. Так и он говорит. Нельзя этого делать. И язычников, которые живут между, чтобы не было отличия. Все во Христе. Нет ни язычника, ни иудея, ни эллина, ни иудея. Те, кто живут между иудеями. Чтобы они были во Христе все. Он так учил. А иудеи, которые... Основная масса жила в Иерусалиме, где все иудеи, фарисействующие-то. Они, естественно, были недовольны этим. Вот о чем разговор. Да, он действительно учил так. Хорошо. А вот 24 стих, он такой, кажется, противоречивый. То есть он как бы... Он противоречивый 22 стиху. Вот то, что написано здесь в 24 стиху. Написано... Конец стиха написано... Ну, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. То есть... Ну, это значит... 24 стих. Мы закончили, так что? Мы закончили 23-го. Давай сейчас 24-й и 25-й прочитаем. Мы продолжаем. Хорошо, давайте. Хорошо. Читаю 24-й и 25-й. Взяв их, очистились с ними... Очистись. Ага. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Дальше, да? Да. Еще 25-й. Об уверенных язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от этого жертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Толкование. Как мы заповедуем язычникам, хотя проповедуем иудеям, так и ты содействуй нам, хотя проповедуешь язычникам. Не бойся, дело с нисхождением. Ну и вот, да, действительно, кажется, такое противоречие. Впереди он как бы учит их не соблюдать Моисеев закон, а здесь, ну, как бы тут уже и соблюдает, чтобы они отригли себе голову. Какое-то вот, ну, Тиграй Тихович, он, да, и церковь решила, что-то нужно оставить, а что-то нужно убрать. А как вот они вот это уже решали? Соборно. То, что уводило от Христа, наверное, это, ну, то есть раньше было, как вот я понимаю, жертвоприношение, сейчас жертва Христос. Нужно жертву приносить? Не нужно. Теперь, кто жертву приносит, тот остается без Христа. Логично? Логично. Раньше было обрезание, если сейчас у нас крещение, вход в церковь, раньше было обрезание, то есть принадлежали к народу Божию через обрезание, обрезанный, значит, народ Божий. Сейчас крещеный народ, ну, христианин. Зачем нам обрезываться, если ты христианин? Иудею зачем обрезываться, если ты принял Христа? Логично? Логично. Здесь дальше вот про волосы тоже. Тоже хотелось бы мне спросить, вот, по Моисееву закону надо было волосы скричь? И это вот оставили. Сейчас вот в Крещене тоже батюшка волосы отстригает. Отсюда это взято или это нечто другое? Тоже вот у меня вопрос. Другое, конечно, думаю. Конечно, другое, да. Ну, Гнадий Тихонович, расскажите нам, растолкните. Разговор идет о том, что иудеи, они всегда знали, что они избранники Божии, даже в плену. И они понимали, что Царство Небесное Небо, это для евреев, а что это открыто язычникам, это вообще об этом даже разговора не было. Поэтому они едва-едва могли допустить, даже верховный, как его стали называть апостол Петр, принял Корнилия. И он пошел когда туда, то не один пошел, еще шестерых взял с собой. И тогда бы его не приняли, если прежде не сошел Дух Святой. Но мог ли я им препятствовать, когда они получили такого же Духа Святого? Вот эта ситуация была и там. Иудеям до времени это разрешалось. Что интересно, насколько мне известно, господин Ульянов Владимир Ильич совершенно не верил в Бога. Он жизнь у своей доказал. Но в партии он сделал маленькую птичку такую, что может быть верующим коммунист, большевик, который в чрезвычайно трудных обстоятельствах, чрезвычайную помощь оказал большевикам. Ему официально, вот он коммунист, большевик, и одновременно ходит в церковь, ему это разрешалось. Но много ли таких было, я не знаю. В первую очередь, если он был верующий, как он мог сатанистам помогать? Это уже был вероотступник. Вы слышали меня? Да. Да. И вот здесь речь шла именно об иудеях, которые надмивались тем, что они избранные Богом. Вот эта ситуация сложилась в римской церкви. И апостол Павел примеряет их. Эти говорили евреям, ну вам не надмиваться, возвышаться. Какие вы начальники-то? Вы Христа распяли. А эти им говорят, а вы язычники, вы привились к нашей влазе, а вы дикие. И Павел осаживает тех и других. Во Христе нет ни иудея, ни елена. Это было новое учение. Новое совершенно. Им трудно было это воспринять. Это знали даже язычники. Почему самарянка и говорит, что иудеи-то самарянам и не знают. А как же ты нарушаешь это иудейское правило-то? Ну, соцарабляться с никонянами-то не знаются. Молиться нельзя вместе кланяться. Это конкретно касается нас сегодня. Что можно до времени допустить? До времени. И поэтому апостол Павел здесь, он принял, знал, что это не надо. Но галатам, он говорит, если обрезывайтесь, вы остались без Христа. Не то, что он раздвоился. Это временная уступка иудейской немощи. Это не просто питание. Там капусту ешь или мясо. На это не надо смотреть. Празднуешь, не празднуешь. Дело в том, что у иудеев на первом месте стояло зримо это нарушение субботы. Они сцеплялись на каждом шагу ко Христу. К обрезанию нельзя было. Никак. Он обрезан был. Но субботу нарушает. Не от Бога этот человек. Субботу нарушает. Но, оказывается, Христос сказал, что и субботу повеленно нарушать. А как? А потому что обрезание. Обрезание выше субботы. А женщина родит, она не по графику рожает. И бывает восьмой день попадает на субботу. Это значит колоть дрова надо, греть воду и все прочее, что требуется для обрезания. И суббота нарушалась умышленно. И апостол Павел вот это обрезание субботы. Больше ни о чем тут речь не идет. А о питании, о пище потом он выведет это. Язычники, которые за это цеплялись, он назовет бесовское учение. Запрещающее вступать в брак и вкушать то, что Бог сотворил. До времени, повторяю, до времени это нужно было показать, что он не против. Я оказался в синоде. Митрополит сидит, епископ, и уже обо мне молва пошла такая, что я против вина. Я не пью, это уже беда. Но я не пью, причина какая? Я воздерживаюсь это или считаю за грех? Молву пустили, что считаю за грех. Митрополит наливает мне полный стакан вина. Он чуть не коричневого цвета, как сейчас помню. Выпей, я говорю, а я не пью вино, выпей. Выпей, разговор идет о вас. Вы должны доказать, вот мы епископы, будем свидетели. Ну я выпил и сказал, у меня у жены квас больше градусов содержит. Там ничего в нем нету. Ну все, говорит, у меня пьяни своих хватает, больше не пейте. Вот это необходимо было доказать. Люди некоторые терпеть не могли свинину. И на соборе постановили, раз таковые, которые брезгуют, их выгрыд от свинины. Кашу сварить на свинине, и чтобы эту кашу, гречку или пшено на глазах у епископа они съели. Если это настоящие иудеи против свинины, он в рот не возьмет, как сыновья Маковельские. Видите, как церковь разумно ко всему подходила. До времени на Вациане они отошли. Сохранили, не сохранили, рукоположение трудно сказать. Василий Великий говорит, их всех надо крестить заново, не крещеные. Но епископы решили, что в данном случае это будет препятствием. У них несколько епископов переходит к нам. Решили принимать без крещения, признать то их крещение. Потому что там были рукоположенные. А не разберешь, кто за это время был. И Василий Великий прямо сказал, если все решили, я склоняюсь перед этим решением. Нужно уметь гибко вести свою политику. Не настаивать конкретно на своем. Если ты видишь, что абсолютно все святые отцы говорят иначе. К примеру, в крещении ни один не учил, что надо обливать. Это ни в канонах, ни в вселенских соборах, нигде. Это далее уже в церкви появился этот обычай. И то обливать раздевши три раза. Три ведра надо вылить на него минимум. И то только три категории. Это раздавленный клиник, клиническая смерть, считай, рядом уже стоит. В тюрьме, где воду можно достать, а сосуда нету. И третья, в плену у татар в степи. Я попутно это сказал. Вот эта ситуация была и тогда. Мудрость Павлова разрешила этот вопрос. Отошел. Двадцать шестой стих. Двадцать шестой. Тогда Павел взял в тех мужей и, очистившись с ними в следующий день, вошел в храм и объявил окончание дней очищения. Когда должно было принесено за каждого из них приношение? Толкование. Остригся Павел и исполнил все иудейские обряды. Но не потому, что изменил свое мнение, так как это было бы делом нечистым от порока, а потому, что любовь снисходительна. Возвещая исполнение дней очищения, то есть объявляя, сам объявил о себе. Так, Сережа, пару слов разреши. Пожалуйста. Вот какое дело. Я много лет занимался правилами, книгой правил. Данные, которые я говорю, их нигде нету. Это моя наработка. Осталось 719 действующих правил. 719. 413 из них нарушаются ежедневно. Практически во всех храмах целенаправленно. То есть попирается все это. Но я еще не до конца договариваю, что 270 плюс к тому правилу, которое полностью убрали. Были правила апостола Павла, им сказанное. Отдельно правила Петра. И отдельно Петра и Павла вместе. Их не знает ни Иосифов, никто. А они в книгах еще и Иосифовские. Когда Никона Иосифов был патриарх. До реформы Никона, которая разделила русских людей. И там сказано, что православным христианам заповедано не воскресный день соблюдать только. Но и субботу два дня, вот как сейчас. Суббота и воскресенье. Когда я говорю, что а почему уступку сделали. Много было и у действующих. И субботу разрешили им как воскресенье соблюдать. Видите, я все время удивляюсь вот этой мудрости, нежности церкви. Вот это церковь мать была. Мать. Вот пример. Женщина впала в прелюбодеяние. Изменила мужу. Но она, муж не знает ничего. Она пришла, ей отлучать нужно на 7 лет. Но она, если 7 лет будет стоять в коридоре, муж сразу заметит это. Она не всегда еще приходит. И церковь пришила. А она, вопреки всем канонам, будет стоять внутри, но не прищищаться. А там, может, она не заметит. Прищищалась, не прищищалась. Чтобы по ревности он не убил ее. Понимаете, с такой тонкостью святые отцы подходили к этому. А то эти батюшки любвисты. Всех подряд. Аборт сделал, она завтра уже прищищается. Этого безумия не было. Если даже она причастилась при смерти, а всего год только отбыла. А выздоровела 9 лет или сколько там оставалось, снова на нее налагаются. Амнистия только для умирающего. А если он выздоровел, в тюрьму снова. Это соборное постановление. Так что в любом вопросе мы должны спрашивать, а как поступали там первые? А какие правила они выбросили? Почему они их выбросили? А не мирянин не может проповедовать? А Павла 14-го посла, это канун его, апостола Павла. И он говорит, что если мирянин обладает этим даром, как харизмой, ничто не препятствует ему проповедовать чистое религиозное учение божественное. Я вольный перевод даю. Вот как. Они его даже не знают. Отцепляются мирянин, не имеют права церковь проповедовать. Церкви! Поэтому, вот, меня рукоположили в щеца. У нас щецы имеют право это проповедовать. Это, ну, как ефрейторы. Все. Отошел. Вопросы? Время. Сейчас прошел теперь. Давай. Вопросы? Задавайте, пожалуйста. Для кого есть. Вот у меня вопрос, есть мнение, что десятина это дело добровольное. У тебя вопрос, что десятина добровольная. Есть мнение у людей. Зачем нам мнение-то, когда от собственного мнения тошнит? Не было никогда на добровольной. Она нам не принадлежит. Ты можешь воровать, а можешь не воровать. Это почему ты так не говоришь? То есть, ну, на совесть человека. Ну, если не можешь по-другому, воруй. Это кража. Вы прокляты проклятием. Вы все обкрадываете меня. Что значит добровольно? Так говорит человек жадный, безбожный. Ты должен десятины не просто, а бояться ее. Как бы она у тебя не ночевала дома. В этот же день отдать ее. Она нам не принадлежит. Иначе как бы Бог сказал, что вы обкрадываете меня. Я через вас решил передать. Человек в руки, что попало, уже сглотнул. Уже засыпилось. Снутром надо вытаскивать. Десятина, она принадлежит Богу. Повторяю. Она святая. К римлянам 2 глава 22 стих. Гнушаясь идолом святотатствуешь. Идол достойный быть разрушенным, а Бог почтен. А как он почитается? Святыней. Десятиной. Верните мне десятину. Не открою ли вам источники неба? Почему у нас ничего не хватает? Нет десятины. А где десятины нет, там проклятие. Там церкви нету. Там вертеп разбойников. Это разбойники ее удалили. Для этого собрено нужно. Миллиардные прибыли у них идут. Если десятина, она все покрывает. Вот у нас как? В храмах у нас нету. У нас вообще ничего нету. Деньги. Ни с тарелкой не ходят ничего. Десятина. А все бабки какие-то. Десятина это золото. Вы сами знаете, как нам приезжали на перевод Библии и просили библейское общество. Меньше чем шестизначные цифры мы не помогали. Вот как Господь делает. Десятина, она нам не принадлежит изначально. Бог приложил к моим 90 рублям десятину, чтобы я тут же отдал ее. Священнику в руки. Или положил к ногам. Тут все ясно, четко по Писанию. Когда я говорил, храм Христа Спасителя, эти прессовицы-то заскочили. Пусть орает, говорит. Начали с ними. Я криком кричал, не трожьте их, не поганьте руки. Ни патриарх, никто не прислушался. Что получилось? А теперь лозунг. Вали кресты, спасай Россию. Эти крестопоклонные все валят. Полураздетые там в одних трусах бабы. Бензопилой валят и валят под смехотворство. А что нужно было делать? Я говорил, согласно Слову Божию, храм осквернен. Его надо закрыть на замок было. Увидели, что Трофима привел Павел. И тут же двери храма были заперты. Деяние говорится. А на сколько запереть? Другие места говорят, на три месяца. А что это время делать? Молиться и плакать. К ним нельзя было прикасаться. Никак. Их просто нету. А сами думайте, почему они не забежали? А чем это лучше, что отдают за 500 тысяч на день там? Отделение какое? Я даже ценность сейчас не знаю, какие. В храме-то Христа Спасителя рядом, который пристройки-то, что там делается-то? Арендуют эти помещения. Чем они там занимаются? Какие дни рождения справляют? Вот. Поэтому никто нас не слушает. Но мы, когда были в Москве, вокруг храма этого, с четырех сторон, Сергей, знаешь, молились вместе. Вот выход какой был. И чтоб патриарх молился. И три месяца, чтобы около канала молились. Чтоб слез было... Вся Россия поднялась бы. Увидели, как под дождем стоят, молятся. Не пойдут на это. Они безбожники в большинстве своем. Вот и весь сказ. У нас на триста моченых, которых мочат, только один что-то знает. Один. 0,3 процента. Это абсолютно точное исследование. Не просто опрос, а исследование. В нашем университете ГТУ прошло пять лет. Сцепенникова Евгения Павловна проводила. Сто групп. Вот что. Вопросы? Я крещение хотел добавить. Я размышлял. Если взять слово крещение на еврите, оно более, как сказать, обозначает правильное, если можно так выразить, оттолкование самого слова. Что? На еврите крещение более правильное значение имеет. Правильно. На еврите это слово крела. На еврите это слово крела. На еврите это слово крела. Это обычное обиходное такое слово. Оно употребляется в поварских занятиях. Это обозначает погрузить что-то, полностью замочить это в воде. Полностью. Полностью. Полностью это окунуть. Но это слово также имеет и религиозный термин. Если многое заветные еврите читать, где крещение там это свело написано. То есть оно как... А на русском языке крещение это только чисто религиозный термин. И если его вот так в это слово вдуматься, то вообще ты никогда не придешь на понимание, если ты не понимаешь часами, что это именно погружение. Потому что ты поймешь, ну это может быть как крещение перекрещиваться от слова крест. Как бы осенять себя неким крестным знамением. Вот. И еще к крещению добавлю. Иисус крестился в Иордане. Река Иордан по сегодняшний день существует в Израиле. Вот. И там крестится по сегодняшний день. Там именно полное погружение. На людей надевать белые халаты. Они полностью сходят в воду. С головой их погружают. Вот. Река... Иордан это от слова, от глагола Ляредос. Это обозначает опуститься. То есть Иордан... Сходить. 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 Сходить, да. Сходить. Вот. Я вот размышлял на днях. Это ведь связано. Почему именно Иисус крестился именно в Ярдане, а не в какой-то другой речке. Потому что в Писании все связано. Вот. И он именно полностью сошел. Вот. Вот как вот в речку. Я захожу. И если я буду заходить, я полностью погружусь. А дно, оно уходит из-под меня, и я полностью ухожу в воду. То есть вот оно все... Это как мозаика сходится. Все в один год. Ну вот. То есть и само... Что я хочу сказать. Само слово Иордан, где крестился Иисус, он сошел в эту воду, что соответствует самому значению слова. Для этого Сахи. Вот. Поэтому всякие домыслы-то они уходят тогда. И вот обмачивать, брызгать, коротить водой. То есть, ну, нужно полностью погрузиться в воду. Полностью с головой. Вот. Все. Пошел. Ну, а я слышал, что Иордан это была горная река. Поэтому там воды было только по колено. Такое... Нет. А Иордан, да, по сегодняшний день, это горная река. То есть это как получается? Есть гора Хермон. Это всенатальный Хермон. Это на севере Израиля. Эта гора, она наполовину находится сегодня. Одна половина на территории Ливана, другая половина на территории Израиля. Эта гора, она высоту 2 километра где-то там. Вот. 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 Вот в высоту. Вот. Эта горы, там зимой, вот сейчас дима, там очень много снега сейчас уже образовалось. И вот к весне, когда уже дожди заканчиваются, все начинает оттаивать. Там примерно такая погода ноль, небольшой мороз, минус пять. Вот такая там погода постоянная. Вот. Потом это все начинает оттаивать. С этой горы, это все сходит в эту реку Ярдан. Река Ярдан, она втекает в Мертвое море. Вот. И с реки Ярдана втекает вода в Мертвое море. Вот. Эта речка, да, она быстрая. Но я был там, где крестят люди, там местами эта речка, она как бы, как сказать, смотря от местности. Есть где склоны, да, там она быстрая. А есть где более такая как равнина, то там как бы вода застаивается. И там есть глубина. Вот поэтому нет, она, там есть глубокие места в Ярдане. Там есть. Я там не крестился, но я был в этой воде, я видел, люди просто полностью заходят, там глубина. Там, я не знаю сколько там, но может быть чуть выше 2. Вот так. Понятно. В древности она еще была более многоводная, чем сейчас. Ну вот сторонники обливания, у них вот такая версия, что раз река горная, то туда по поезд войти невозможно, тебя смоют, поэтому вот заходили по колено, обливались. Сережа, вылазьте из Иордана, вопросы давайте. Вопросы давайте. А то захлебнетесь там. Так. Еще вопросы есть? Так. А к Евгению вот, Йоханан Хамадбиль, это Ян Крисик, он погружающий или омывающий вообще? Будет основным очень, как погружение, да, погружающий. Погружающий, да. Так, вопросы. Вы к следующему. Вы же знаете, в Израиле, если вы знаете, сегодня есть такой, до сегодняшнего дня соблюдается яудийский ритуал, называется миква. Миква, да, знаю. Яудеи несколько раз в год, я знаю, лично я, вот мне рассказывали, они выезжают на север, туда есть специальный год, их там родины освещают, как бы вот они ездят и они вот там вот как бы ритуально они омывают. Вообще, миква, это слово, как бы каплиния, это как если перевести микву от глагола к собранию вод. То есть, как бы, ну, то, что, в принципе, оно, я думаю, это связано, потому что это как река, это как или пруд, где мы должны креститься, должно быть собрание вод. Уже повторяемся. Давайте, братья, остановимся и вылезем из Гордана. Все понятно. Нужно погружаться, Иоанн, креститель, баптист. Спасибо, Господи, Евгений. Спасибо большое. Спасибо, Христос. Вопросы не относительно крещения, омывания, погружения еще есть. Если нету, тогда либо, Геннадий Тихонович, вам слово, либо дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Вот так, 27-й, 34-й стихи. Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, кричав, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего!» Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место семье. Все или еще? Сереж? Алло! Меня слышит кто-нибудь? Все или я не слышу, никто нет? До 34-го стиха. До 34-го, да? Да. «Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь народ пришел в движение и сделалось стечение народа. И схватили Павла, повлекли его вон из храма. И тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весь, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Когда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел ввести его в крепость. Толкование. Хотели убить его и тащили из церкви для того, чтобы с большим бесстрашием совершить убийство. Короткое толкование. Давай 35-38 еще тут. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало, смерть ему. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? Тот сказал, ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4 тысячи человек разбойников? Павел уже сказал. Толкование. Стоп. Что значит, возьми его, смерть ему? Говорят, применительно к римскому обычаю именно. Атакуй его или изми его из числа живых. Так как иудеев, было в обычае кричать эту фразу против праведника, как кричали они и против Господа, возьми его, то есть изми его из числа живых. Велился один египтянин, производивший нововведения бунтовщик, обольстители-чародей. Дьявол и польстил себя надеждою воспользоваться этим человеком и представить, как Христа, так и апостолов участниками тех преступлений, какие были ученены последователями этого египтянина. Мужей, сикарьев, человек-разбойников. У иудеев три главных секты. Двоеточие. Фарисеи, Саддукеи и Ессеи. Последние ведут более честную жизнь, любят друг друга и отличаются воздержанием. Поэтому и называются ессеи, то есть правдивые. А иные называют их сикарьи, то есть ревнители. Вот такие еще ессеи, оказывается, были. Правдивые ревнители. Надо же. Но я и не слышу про таких. То есть теперь нам надо молиться ни направо, ни налево, а еще и куда-то вот к этим крестьям. Главное, они вот отличались воздержанием, тут написано, и ревностные такие были. Многие из них стали христианами, кстати. А кумранские рукописи не слышал, что ли, нашли? Вот это и есейские были библиотеки. Ессеи, это и есть в Кумране, они находились в пустыне. В 48-м году, я так понимаю, нашли эти один мальчик. Да, в 48-м году, библиотеки. Этот мальчик, да, он по Советции, он нашел в горах Мертвого моря, нашел ессеи. Так, ну если вот фарисеи прибавляли, садукеи убавляли, то ессеи, что они, излишне ревновали или как вот на сегодняшний день? Есть ли такие ессеи, надо их бояться, может быть? Ну из них многие христианами стали, они не сохранились. Не сохранились. Но в те времена, чем они отличались? Мы фарисейство знаем, садукество знаем, читали ауту... Монахи, монахи современные. Современные монахи? Конечно. Это про наших монахов сейчас, которые вот уйти, закрыться за этой самой, за стеной и молиться. И ессеи это примерно наши монахи, если так говорить. Разве ессеи были христиане? Многие из них потом стали христианами. Потом, потом и коммунисты некоторые стали. Это не христиане, вообще никак не относятся. Совершенно не надо даже их тут и брать. Похожий образ жизни был. Стремились к правде. Не надо их никому относить. Потому что не к чему относить. Это за пределами церкви, за пределами божественного народа. Ну понятно, и фарисей, и садукеи, и садукеи, и тем более это неверующие, можно сказать, люди. Так, ну что, закончим, может быть, тогда двадцать первую главу, тут осталось два стиха. Сергей, ты проверь, там Куракин был или нет, Алексей? Что-то он стучался долго. То ли его не оповестили. Выплывало его, тут видно, что стучится. Если нет его, ты и пометь его, чтобы в следующий раз его как-то подхватить. Ну, я вот всем вот еще присутствием говорю, мне вот всего лишь только один Вячеслав пишет. Я готов к занятиям. Все остальные вот, то ли они готовы, то ли не готовы. Вот мне как вот, пригласишь, а мне пишут, а вот что вы такие вот, я же знаю, это как назойливые. И вот уже и не знаешь, подключать, не подключать. Попробуйте к следующему занятию, к среде, друзей своих привезти. Не приходите без снопа, хоть один сноп внестите в руках. Пригласите близких, которые ваши знакомые. Один раз услышат, будут знать, то ли быть им или не быть. Голосочек хотят сноп. Работайте. Увеличьте комнату свою, набейте народом, они будут все это слышать. Это так легко. Ну, у меня Куракин Алексей не в сети что-то, не промелкивал он. Потому что я предупреждал всех, что те, кто не в сети, я подключать не буду. Смысла нету, если кто не в сети. Хорошо. А вообще, возьмите себя за правило, ну, занятием готов два слова. Вот как Вячеслав мне всегда пишет, я уже знаю, что он, да, он здесь и его надо подключить. Ну что, читаем тридцать девятую главу? Тихо, да. Читаем? Павел же сказал, я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же... Стоп, толкование. Мы, христиане, истинные иудеи, как исповедующие истинную веру. Потому что имя Иуда значит исповедание. Так как тысячник спросил, не ты ли египтянин, то Павел прежде всего отклоняет его от этого подозрения. А чтобы тот не подумал, что он по происхождению иудея объявляет потом свою веру. И так что же? Он не отрекся? Да не будет. Он был иудей и христианин. Это самое сильное доказательство того, что он не был ни в чем виноват. Так готов был он к защищению себя. И так хотел обратиться со словом к народу иудейскому. Так, как ты перевел слово иудеянин, иудей? Исповедание. Исповедание. Вообще от слова легудот. Легудот благодарить. Иудея, это от слова благодарить. Правильно, Евгений? Так же? Да, да, все правильно. Да. Там как бы так происходит. Вообще практически во всех именах еврейских имя Ягва добавляется буковка или есть буковка Ю. или в конце Ю добавляется окончание Эль, допустим, Даниэль, Натанэль, Михаил. Да, вот. Буковка Ю там добавлена, это Ягва. А потом из слова ОД идет. ОД это благодарение, то есть благодарение Ягвы. То есть да, это благодарить. От глагола легудот. Благодарить. Да, Леодор это благодарить, да. Есть такое даже имя женское в Израиле, ОДАЯ. Оно от того же слова. Благодарение Богу, да. Вот такие вещи. Ну, сороковой считаем? Да, сороковой и первое, второе судья. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Первое, второе еще читаю. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, я и... Все, стоп. Толкование. Много способствовало ему в самое место именно то, что он говорил, стоя высоко и будучи связан, видеть связанного двумя узами Павла, говорящего народу, что может быть равно этому зрелищу. Как не устрашился он, глядя на такое множество возбужденного народа. Выражение, отцы, знак уважения. Выражение, братья, указание на родство. Посмотри, его слово, и чуждо лести, и исполнено кротости, не сказал господа, но, братья, что особенно было приятно народу. Я не чужой вам, говорит, и не против вас. Видишь, как подействовало на них то, что он говорил одним с ними языком, тоже выделено и подчеркнуто жирным шрифтом, крупным шрифтом. Они имели некоторого рода уважение к этому языку. И комментарий Игнатия Лапкина на словам блаженного философии, что он говорил одним с ними языком, на это на них подействовало. Вот то, чему нужно учить в семинариях и академиях. И, быть может, это единственное нужное. Господь послал нас во враждебный мир и обещал не меру дать Духа Святого, умножая наши таланты. Он не дал ни одного кадила апостола, не насыпал ему углей в котомку, не дал по пачке свечей. Пусть это все необходимо, но как это могло стать главным? Как можно обратить человека, пользуясь не тем оружием, которое дал Господь? Нужно знать Библию и состояние тех, кому проповедуешь, их уровень развития. Господь разговаривает с людьми, применяясь к их понятиям. Ну, что это добавить? Аминь. Аминь. Именно так. А у вас, ты ну раз послушаешь проповедь, да вот столько слов непонятных. У меня хоть и высшее образование, но я не догоняю. Вот бабушка стоит, я думаю, она там процентов 30, наверное, не понимает. Тем более очень много новых вот этих всяких слов. Легитимное, вот спросили бабушки, что такое, я не знаю, оказывается законное, власть нелегитимная. Ну скажи беззаконники, всем все понятно будет. Ну и многое-многое кое-чего еще там. Господь говорил притчами, чтобы понятнее было, чтобы народу заинтересовать. А если часть слов непонятных, то и после проповеди не подойдешь и не спросишь, что сразу там не поймаешь батюшку там. Вот надо молиться и учиться, чтобы Господь нам давал разумение, говорить каждому к сердцу на его языке. Вот и чтобы он понимал. Вот здесь еще разумение, вот когда Тихарищ говорит, нужен религиозно одаренным должен быть человек, просить, чтобы видеть человека и видеть струну, на которой можно ему говорить, чтобы нести ему Христа. Что его может подвигнуть к этому, вот к Христу. Вот в чем дело. Это конечно нужно много и молитвой выпрашивать, и разумением чтения. Да. Вопросы ни у кого не появились? На молитву. На молитву. То закончили, да? Да. С третьего, пятого стиха следующее занятие начнем. С третьего стиха. На молитву. На молитву. На молитву. Тихо следующее занятие. С третьего стиха следующее. И Матерь Бога нашего, честнейшую первым, и славнейшую без сравнения с терапием, безысквение Богослово родшую, сущую Богородицу повеличаем. Матери Тихонович, молитесь. Господи Божий, Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву. Научи нас, склонившихся перед Твоим величием, что желает нам Дух Святой раскрыть в этих таинственных словах Святой Библии. Помоги нам это исполнить, чтобы мы не были теплохладными. И приготовь эту страну к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Сохрани правителей от покушения на них и даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве. Господи, воздвиги истинные служители миссионеров и пошли их к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Можно попросить вас? Меня слышно? Слышно. Добрый вечер. Братья, у меня сын, мне 24 года, вот он психиатрическая лежит. Я там бороду постригать, мне сказали, я написала, чтобы мне не постригали бороду. Если можно, помолитесь. Владислава вызвать. Хорошо. Спасибо.